...проверку. Американский Конгресс не поддержит военную интервенцию США в Венесуэле. По словам председателя Международного комитета палаты представителей Эллиота Энгела, такой шаг не является возможным вариантом. Он напомнил, что только Конгресс решает, где и когда использовать американские вооруженные силы. Энгель в то же время поддержал решение Белого дома о признании временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Действующий венециальский президент Николас Мадуро в свою очередь обвиняет Вашингтон в попытке осуществить переворот в республике. Житель Архангельской области стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Георгий Меняев опубликовал обращение полковника ГРУ Владимира Квачкова и сопроводил комментариям о том, что его надо оправдать, пишет интернет-издание Медиазона. Меняев рассказал, что накануне к нему приходили следователи и бойцы Росгвардии. Квачков был осужден на 8 лет по обвинению в организации вооруженного мятежа и экстремизме. На прошлой неделе суд постановил освободить его из колонии в связи с декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса. Налоговая инспекция в Новокузнецке вызвала к себе координатора движения протестных Кузбасс Федора Регузова. От него хотят услышать разъяснение по поводу пожертвований пользователей социальных сетей. Уведомление налоговой службы опубликовал в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы АГОРа Павел Чиков. Отмечается, что это первое известное дело, когда налоговые интересуются происхождением средств, которые подобным образом собирают участники мирных протестных акций. По словам специалистов, по общему правилу, собранные средства действительно могут расцениваться как доход, и с него необходимо платить налог в 13%. Третьяковская галерея увеличила время работы выставки Куинжи за три дня до ее окончания. Инженерный корпус будет открыт с пятницы по воскресенье до 11 вечера, сказал Интерфаксу директор музея Зельфира Трегулова. В конце января злоумышленник вынес с выставки картину «Ай-Петри Крым». Он снял ее со стены на глазах у других посетителей, никто его не остановил. Подозреваемого хищения задержали утром следующего дня, тогда же была обнаружена украденная картина Куинжи. В Москве завтра днем ожидается небольшой снег, минус один, минус три. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. А я скажу, когда отбивка начнет играть. 21 час 4 минуты. Вас приветствуют Невзоровские среды. Сегодня мы играем в таком составе Александр Невзоров, Иван Штейнерт, Ольга Журавлева. Здравствуйте, джентльмены. Оленька, привет. Всех рад приветствовать. Привет, привет. Мы в Гиревеце, да. Но мы сразу, поскольку много тем и много всяких сочностей, мы переходим к делу. Я хочу, Оль, пожаловаться вам на то, что какое-то пришло время сбитых прицелов и абсолютно неверных формулировок. Потому что совсем недавно публично сенатора Клинцевича обозвали проктологом. И это категорически несправедливо, потому что проктолог это тот, кто взад сует руку, а не тот, кто из зада руки высовывает. Хотя понятно, что никакими другими руками современные сегодняшние законы писать категорически невозможно. Вот сейчас очередной закон, как вы знаете, который собирается расправиться с свободным интернетом. И вот папы, сенаторы, депутаты, они хотят этот свободный интернет сжечь, как когда-то хотели сжечь Джордана Бруна. И думают, что у них это получится. Хотя, вы знаете, теперь, Оленька, теперь все, в общем, отчасти возможно. Почему? Потому что людей с сомнительным прошлым, с сомнительным прошлым или настоящим, как вы знаете, в Совете Федерации не осталось. Но все с сомнительным будущим, правильно? Аршауков, Аршауков, Аршауков был, по-моему, послед... Это теперь же не играет никакой роли. Он не Уков только. Ну, это уже совершенно неважно. И теперь остались только абсолютно несомненные персонажи. Один такой несомненный, по кличке Сенатор Дима, тут же, чтобы порадовать Валентину, он тут же закатил день рождения в Барвихе, миллионов на 50 со всеми изысками возможными, включая известную очень дорогую певицу, которая всем присутствующим способна была сделать такую лободомию. А это все несомненные персонажи. Хотелось бы вообще поставить на этой теме точку и напомнить, что в ближайшем будущем у Валентины Ивановны день рождения, а человеку надо всегда дарить то, чего ему не хватает. Но у нее же все есть. Я бы рекомендовал подарить ей пару кремневых пистолетов и рыжий всклокученный парик для того, чтобы сделать ее еще больше похожей на маленькую разбойницу из Снежной Королевы, которая управляла своим притоном пальбой в воздух и холостом. Но это лирика. Давайте вот, Оля, перейдем сейчас, друг мой уважаемый, перейдем сейчас к главному. Вот смотрите, вот есть три новости. Угадайте, что объединяет все эти три новости. Ну, например, там понятное дело, что первым номером у нас идет замминистра МВД Якутии. Вызвал, известное дело, вызвал подчиненную милиционершу в кабинет, начал насиловать. Причем так криво, нудно и на удивление неумело. Девушка, естественно, возмутилась и тут же замминистра предпринял попытку застрелиться из пневматического пистолета. Здесь все прекрасно. Новость номер два. В Малупургинском районе свиньи опять съели очередного фермера-эпилептика на этот раз. Дама тоже. Дама-фермера. Она, что называется, нашла время и место для эпилептического припадка. Ну, вам ли не знать. Свиньям зашла к свиньям, упала, была растерзана в клочья и пережевана. Свиньи, ну, свиньи вообще свирепеют. Таких случаев много, но, Оля, извините, какая страна, такие тигры. И вот третья история тоже очень мила. В Хабаровске вообще волшебная история. Тоже дама. Профессиональная забойщица скота. В отставке. В отставке, да. Расчленила и съела украинца-дворника. Внутренности хранила в холодильнике. Это не был переодетый Гиркин, потому что старушка была мощной. И оказалось, сопротивление раскидало пять милиционеров. Кричала, что может повторить. И там сейчас, кстати, со старушкой вопрос. Потому что вот фактор полусъеденного украинца, он сильно меняет дело. Можно справить этой могучей старушке кокошник, стринги и выставить ее на конкурс «Мисс Россия» с куском добытого мяса. А можно просто посадить в тюрьму. Но стринги, балалайка, кокошник обойдутся бюджету местному, наверное, миллионов 150. Поэтому тюрьма проще. Вот что объединяет все эти три новости, Оленька? Наша Родина, Александр Глебович. Нет, вот я понимаю, вы к чему-нибудь женскому, наверное, клоните. И вообще хотите... Родина-мать тогда. ...обивайтесь на досрочные поздравления к дамскому дню. Нет, ничего подобного. Думаете, что я к дамскому дню веду? Ничего подобного. Другое предположение. Там везде фигурируют свиньи, нет? Нет, дело тоже не в свиньях. Особенность всех этих милых событий в том, что герои очень торопились. Безобразно торопились. И свиньи жрали фермершу, даже не дождавшись окончания эпилептического припадка. И замминистра в тропях, в общем, все перепутал и совал куда-то не туда, чуть ли не в чернильный прибор. И людоедка расчиняла так, что у соседей внизу люстра тряслась. Они все... Куда они все торопились? И почему? Они торопились так, потому что они не читали Суркова. Потому что если бы они читали Суркова, они бы знали, что у них впереди есть небольшая, но очень уютная для них вечность, которая позволит делать то, что они делают с гораздо большим уютом и комфортом. Что можно не торопиться. Совсем не торопиться. Потому что режим, который является питательной средой для всей этой дикости, объявлен вечно. И здесь мы переходим к Сурковскому манифесту. Что это вообще такое? Это прекрасная статья. У нее абсолютно невнятное, как вы отметили, Оля, название. Но я помогу Владиславу Юрьевичу, потому что у меня для этой статьи есть название «Точное и исчерпывающее». Но название чуть позже. Интеллигенты понаписали очень много всяких язвительных, красивых, раздраженных словечек. Их можно понять, потому что нормальный романтик всегда надеется на то, что веревка оборвется. Но это, кажется, не тот случай. Отметьте, никто не сказал Суркову спасибо за нежность и за деликатность, за то, что пожелание всяким там инакомыслящим сваливать отсюда было высказано с такой грацией и с такой милой улыбкой и впервые с такой прямотой. Это ведь не приглашение к разговору, как думают некоторые дамы, не обманывайтесь. Это решение. И, судя по всему, все-таки приговор в стране подписан. Ведь Слава же не свободный художник, который будет там где-то грызть перо, терзать кудри и писать на удалую в надежде на то, что царь прочтет, а потом прямо как Пушкин потеть и ждать реакции. Нет, Слава не дурак. Слава, если не каждое слово, то, по крайней мере, каждую мысль сверяет с тем, с кем ее надо сверить. Простите, а вы в этом убеждены, что у него такая прям вот удивительно тесная связь по сию пору? Вот в таких вопросах да, конечно. И кто не заметил, это, конечно, хвастовство. Это, конечно, безудержное хвастовство. Это тон победителя, тон доктора, причем тон доктора Менгеля, который связанному пациенту говорит, да, клизмочка, да, с концентрированной серной кислотой, да, немного неприятно, но внутри будет так красиво все дымиться. Сурков рассказывает, как будет выстроена жизнь России. И он честно говорит, что количество поколений, которое будет принесено в жертву идеи величия, никакой роли вообще не играет. Он говорит, что основой России было, есть и будет право на любое преступление против собственного народа во имя своего величия. И в его словах огромная и, кстати говоря, абсолютно заслуженная гордость. Ему есть чем гордиться. Сейчас объясню. Действительно, режим сумел найти источник энергии для того, чтобы существовать абсолютно вечно. И Сурков напоминает об этой сказочной находке. Это ведь даже круче и стабильнее, чем постоянно прыгающая в цене нефть и конечная нефть. Это эффективнее, чем та жидкость, на которой на картах 18, 19 и 20 века Россия вспухала до немыслимых размеров. Ведь понимаете, что пока свойства нефти не были открыты, основной жидкостью, которая позволяла стране делать огромные географические приобретения, была очень дешевая, бессловесная и покорная солдатская кровь, которую можно было лить, не задумываясь миллионами литров. Ну, режим работает то на нефти, то на крови. Это очень рациональное использование природных ресурсов, ничего личного. Если бы сжигание части населения, третье, было бы делом энергоэффективным, то в ход бы оно пошло, не сомневайтесь, и духовную базу бы подвели, и скрепы бы объявили, и очереди в печи были такие же, как в Черные пятницы в Херетсе. Это все на самом деле организовать было бы нетрудно, но кровь и нефть это фигня по сравнению с тем абсолютно неиссякаемым источником энергии, который добыт во многом, кстати, благодаря усилиям Суркова. Вот пока всякие интеллигенты хихикали и тонкоязвили, кремлевцам удалось добуриться до таких залежей подлинной народной злобы, серости, невежества и покорности, что вот этот ресурс действительно можно использовать вечно для поддержки любого режима. Вы имеете в виду глубинный народ, как сказал Сурков? Глубинный народ, совершенно верно, они наладили добычу того, что этот глубинный народ производит, и теперь ее качают уже в промышленных масштабах, и на этой энергии действительно государственная машина начинает работать. И не играет при этом никакой роли, что никакой России не существует, что есть там несколько потрясающих роскошных декораций типа Питера, Москвы, за этими декорациями спрятаны миллионы, сотни по крайней мере, тысячи депрессивных, разоренных, обобранных центром городишков, поселков разного размера с очковыми сортирами, разбитыми поликлиниками. Там медведи уже ходят по парадным, белые медведи, но вообще непонятно, что они цацкуются с этими медведями, надо просто медведей, во-первых, принять в единую Россию, вычислить самого тупого медведя, сделать его представителем президента, и там наладится жизнь. Это же тоже в Якутии. Да, это тоже в Якутии. Это, кстати, абсолютно естественным образом вытекает из статьи Суркова. Вот эти все черные дыры русского захолустья с парящимися фекальными реками и свиньями, которые торопливо доедают своих обладателей. Вот эта вся декорационность, это такой факт известен, но он никому, как мы видим, мозги не прочищает. Он не ставит ничто на место. И при таком раскладе, как пишет Сурков, все это не играет никакой роли. Вот идиотизм, разорительность бессмысленных войн, ракеты, воровство, беспредел, все это теряет социальную токсичность и превращается в забавное достоинство. Это уже тоже не имеет никакого значения, вот при такой гениальной модели. Вот русское месторождение народной злобы и серости оказалось очень богатым, едва ли не самым богатым в мире. И Слава по-настоящему счастлив. Александр Глебович, ну тогда вопрос. Тогда этот глубинный народ надо очень беречь и, не побоюсь этого слова, приумножать. Он же производит эту ценную имманацию, эту ценную энергию. А он как-то местами немножко подвымирает, как мне кажется, потому что... Вы знаете, они, во-первых, рассчитали, что на их век хватит. Но вообще я хочу сразу оговориться, потому что серость, злоба, нетерпимость, невежество – это черты абсолютно любого народа. Абсолютно любого. Это совершенно объективная, неизбежная штука, потому что масса должна быть тупой. И никакой другой нынче. Она теряет основное функциональное предназначение массы – строить пирамиды, бросаться под танки. И кто же такое безобразие допустит. В России, как выяснил последний опрос, 40% населения убеждены, что эвтаназия – это либо планета. Один ответ, да. Второй ответ, что это героиня старого мексиканского сериала, который они подзабыли. Они же думают, что солнце крутится вокруг земли, что есть боги, что есть духи предков, которые влияют на реальность. Они же православные, я думаю. Да. Которых надо ублажать либо шествиями бессмертных полков, либо просмотром Т-34. Они убеждены, что вот если с песнями из блестящей лоханки съесть человеческое тело, человеческую плоть, которую подают под видом булки и вина, то проблемы решатся. Вот есть наличие веры, наличие патриотизма – это всего-навсего ведь некие маркеры развития. Но все народы имеют этот жуткий массив серости. Задача всякой подлинной цивилизации – максимально нейтрализовать народ, лишить его права всяких важных решений, полностью оставив эту функцию элитам. При этом поддерживая аккуратную иллюзию народности. Вот Кремль попробовал наоборот и получил абсолютно офигительный результат. Ставка на тупость, на серость, невежество дала обалденные плоды, неисчерпаемый ресурс легитимности власти. Действительно, единение с народом власти уникально. Сурков не соврал, он прав. Вот надо взять невежество, подогревая, перемешивая его с помощью попов, минобра, смешать его со злобой и нетерпимостью, которые умеют подогревать государственные СМИ и ТВ. И получается эликсир бессмертия режима. Это действительно правда. И в этом случае не страшны изоляции, деградации, война. Более того, чем успешней будет идти деградация страны, тем крепче будет режим. И так до известной бесконечности. Вот опутанная колючей проволокой, ненавидимая всеми и всех ненавидящие, это Россия в их мечтах и в их представлениях. И поэтому, конечно, у Сурковской статьи... Оленька, извини меня, я тебя, пожалуйста, перебью. У Сурковской статьи должно быть такое очень краткое, не то, которое есть. Точно, и название которого пока не было, я бы назвал ее «Архипелаг-моразм». Почему не абсурд? И зря Сурков... Ну, скорее маразм, да, потому что абсурд — это все-таки высокая категория. Вот зря Сурков называет это путинским режимом. Это стандартная российская модель власти. Она никогда не была другой. По возможности отупить, вот добиться той самой народности, да. Затем опереться на народность, на тупость, серость, безграмотность и беспросветность и править до посинения. Не случайно была известная формула православия, самодержавия, народность. А вот сейчас объясню, да, вот интеллигенты, они зря хихикуют, кстати говоря. Посмотрел все отзывы, потому что у них иллюзия, что с ними абсолютно некому разобраться. Вот это иллюзия, потому что кажется, что все воинство кремлевского мордора — это такое гнилое, вороватое, картонные паяцы. Это дикая легкомыслие. Паяцы там есть, конечно, очень много патриотичничающих клоунов, но можно утешать только себя, что все псы режима такие, как картонные и трусливые ворюги. Но это не так. Вот вглядитесь, давайте вглядимся, Оля, в их милые рожицы, потому что там не все паяцы. Там есть реальные монстры. Вот один пригожин, например, чего стоит. Это искренний монстр. Вы знаете, я боюсь, что да, потому что, посмотрите, как ловко, победоносно и изящно они провернули историю с Навальным в Питере, играючи, да, в штабах бедного Навального паника. А пригожин всего-навсего, он так чуть-чуть неглубоко куснул Алексея за толстую попу, но сколько он яда за раз впрыснул. И как он отравил этот образ одним соприкосновением. И это была пустяковая задача. Притом, отметьте, что намордник с Пригожина еще никто не снимал, тем более ошейничек. Но даже в наморднике и ошейнике посмотрите на этот адский послужной список, потому что именно Пригожин полный и решительный творец их там нетов, да, структурированных, бандитских, не подчиняющихся законам Российской Федерации великолепно оснащенных и организованных структур ЧВК Вагнера. Ведь Пригожин не случайно повар. Именно он добавил в изначально очень пресное блюдо Донбасса крови, перца и огня, превратив весь этот робкий перепихон реконструкторов со струсившими украинскими милиционерами, превратив в настоящую масштабную бойню, в которой были убиты тысячи украинцев. И худо-бедно захваченные территории, на которых рассажены его же марионетки. Это целиком заслуга Пригожина, между прочим. И он ведь, конечно, он же является вождем полков-кремлеботов, фабрик платных троллей, которым удалось совершенно невозможное, то есть взять и изнутри облепить интернет ватой, придушив множество свободных голосов и ресурсов. И сирийское безумие, это ведь тоже почти целиком его рук дело. Понятно, что Бутафорское министерство обороны, оно что может? Ну, оно может утопить собственный самолет с ансамблем, оно может построить нелепый храм или вручную толкать какую-нибудь никому не нужную армату. Но все решительное и смертоносное в Сирии сделал повар. И вся страна, между прочим, аплодировала за исключением нескольких отщепенцев. Понятно, что все это разорительные забавы, которые... Кстати, вот тут все опять жалуются на снег. Все в Питере почему-то жалуются на снег. Всем нравится Крым наш, Донбасс наш, Сирий наш. Все в восторге от истребителей полетов, от зениток, от ракет. Они что-то не понимают, что это очень дорогие развлечения государства и что из Питера снегоуборочные машины давно улетели бомбить в Сирию и Украину. Поэтому надо говорить «снег наш» и относиться к этому абсолютно по-другому, с пониманием. Вы же сами говорили, пусть Росгвардия лопатами, лопатами. Ну вот правильно, вернемся к Пригожину, потому что в этой проклятой цар, где 100 черных группировок, члены которых причем понятия не имеют, за что они воюют и какой группировке принадлежат. Они вообще ничего не знают, кроме того, что стрелять в людей из автомата это очень интересно. Это единственное, что они знают. Но и там он ухитряется продавливать свое, жонглируя этими совершенно невменяемыми бандитами. И отметьте там, с какой скорости устраняются посторонние, которые осмелились сунуть нос в машину, их там нет. Посмотрите, как она устраивает. Я имею в виду, как она работает. То есть, я уж не говорю, Оль, я не говорю, что под коврами всех скандалов с Трампом, как клопы пригожинские хакеры. Это к чему я говорю? К тому, что в каннибальском смысле этого слова, это, наверное, самый эффективный парень, но ему пока не дают развернуться. Ах, ему еще не дают? Конечно, будет необходимость, дадут. И поверьте, это крайне изобретательный персонаж. Почему он вас до сих пор не проглотил? А вот что самое прискорбное, кажется, что он не вора-фанатик. И это делает ситуацию еще безнадежнее. И, кстати, вот почему его еще никто не спускал с поводка? Ну, вероятно, потому что режим пока не видит проблем в болтовне элит. Но как только вольнодумство, да, оно чуть-чуть нарушит очерченные ему границы и станет распространяться, нам, господа, вам, Олечка, мне, вам и вам всем, без всяких проблем и немедленно перережут глотки. Это же абсолютно понятно из статьи того же самого уважаемого Владислава Юрьевича Суркова. А всякие там, ну, интеллигент любит всхлипывать про падение рейтинга Путина, про то, вот как же доверие. Слушайте, на самом деле падение рейтинга – это пустяки. И у власти есть там 100 способов этот рейтинг поднять, его элементарно там взернуть, перебив пару тысяч. Я просто к тому, что на самом деле здесь успокаиваться или каким-то образом думать, что это все милые мечты, которые рождаются в витражах и в уединении в голове исключительно Суркова, не стоит. К этому надо отнестись предельно серьезно и сделать какие-то, возможно, уже организационные выводы. Так, Александр Глебович, чтобы при этом не впасть в отчаяние, наметьте хоть что-нибудь. А что можно делать? Всеобщий правитель Пригожин, князь Тьмы, князь Мира, который делает все, что угодно. Сурков, который все придумал. Мы же не поговорили, например, про Золотова. Понятно, что у того тоже не заржавеет, даже если какие-нибудь впечатлительные лейтенантики откажутся выполнять приказ. Я Золотова хорошо знаю, вот у него ничего не заржавеет. Это я к чему? Я не пугаю никого, просто объясняю, что это не мечты и не славенной фантазии. Это имеет абсолютно реалистическую поддержку, подкрепление. Но даже не Золотов и даже не Пригожин в этой ситуации самая страшная, скажем так, и самая эффективная поддержка. А вот те неисчерпаемые ресурсы злобы, серости и невежества, которые мы можем наблюдать. Насколько я понимаю, мы вернемся к этой теме еще после перерыва. Да, Оля? Ну, у нас есть еще минуты. Я просто думаю о том, что когда-то, не знаю, когда ходили в народ, ведь народ пытались просвещать. Помните? Это был такой способ изменения ситуации в стране. Да, но народ очень быстро с любых высот просвещения возвращается в хлев первобытного сознания. Это опять-таки его свойства, иначе он теряет свойства народа, которые, в общем-то, являются его основной функцией. Есть ли смысл просвещать народ, чтобы спастись от страшной катастрофы, нарисованной нам Сурковым? Оленька, мы не успеем просветить народ так, чтобы спастись, да? Поэтому мы давайте будем надеяться... Мы все умрем! Я поняла. Нет, 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 нет. Мы будем надеяться на то, что веревка лопнет или будет перерезана чьей-нибудь мудрой рукой. На мудрую руку мы все-таки рассчитываем. Александр Невзоров, Иван Штейнер из Петербурга, Ольга Журавлёва из Москвы. Наши слушатели и зрители из разных мест – Париж, Киев, Нюрнберг, Неаполь и Одесса – все прильнули к Ютьюбу, а все остальные прильнули к радиоприёмникам. Мы вернёмся после новостей. Париж, Киев, Нюрнберг, Неаполь. Париж, Киев, Нюрнберг. В юго-востоке Ирана выросло до 41 человека. Это не только военнослужащие корпуса Стражи Исламской революции, но и мирные жители, передает агентство ФАРС. Ранее местная пресса сообщала, что нападение произошло на автомобильной дороге в районе, расположенном неподалёку от границы с Пакистаном. Сообщалось, что смертник на автомобиле со взрывчаткой въехал в автобус иранского спецназа. Ответственность за взрыв взяла на себя одна из террористических группировок, которая действует с территории соседнего государства. Полиция проводит проверку по статье об оправдании терроризма в отношении муниципального депутата Басманного района Москвы. Виктор Котов минувшим летом написал статью о деле режиссёра Олега Сенцова о его голодовке и акциях в поддержку. Сейчас текст статьи отправили на лингвистическую экспертизу, пишет сайт УВД-Инфо. Результаты должны быть готовы к концу февраля. 25 числа Котова вызвали на опрос к следователю. НАСА предпринимает последнюю попытку связаться с марсоходом о потюнете. Аппарат не отвечал на сигналы с Земли последние 8 месяцев. Связь прервалась из-за сильных песчаных бурь. Если в результате марсоход не ответит на команды с Земли, он будет объявлен погибшим, передает агентство Associated Press. В Москве завтра днём ожидается небольшой снег, минус 1, минус 3. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. Господи. Так, сейчас быстренько помашу рукой всем желающим, а то просто уже забрасывают. Я машу рукой именно вам. Было принято решение, что вот самцы делятся, разбиваются на определенные партии, и будут выходить в место. Вместе с ним. Торонто. Торонто. Макеевка. Вот кто на самом деле правит миром. Невзоров. Привет из Липецка. Из Лотарингии. Сергей Зайцев. А конкретно, а конкретнее, что это уже не умеет. Плюс, в Эльзасе была в Лотарингии нет. Потому что было много обеспечителей всей этой семьи, и она давно уже как бы не в Семирный концерт. Так, поехали. Да, Латынина. 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 21.33 продолжается наше традиционное вечернее шоу. Александр Невзоров, Иван Штейнерт из Петербурга, Ольга Журавлева из Москвы. Нас уже поправил просвещенный народ, Александр Глебович. Что все-таки белые медведи были на новой земле, а не в Якутии. Очень хорошо. Спасибо, что вы такие внимательные. На новой земле, конечно. Да, да. Все хорошо. Я хочу еще поправить себя и сказать, что 28 марта здесь, на этом месте, в Гильвеции, будет чтимая мною умная и великолепная Юля Латынина, которая здесь проведет, приехав специально из Греции, дилетантские чтения. И это то объявление, которое я делаю с особым удовольствием, потому что у меня к Юле отношение совершенно особо почтительное. Но давайте еще поговорим про поддержку вот этого всего манифеста. Вот смотрите, в Москве у вас собрались ведьмы. Ну, да. Это было очаровательное зрелище, да. Это были такие унылые, преимущественно страшные тетки, числом штук, наверное, 100. Они были костюмированы китайскими тряпками для Хэллоуина, но они на полном серьезе, эта вся самодеятельность проклинала врагов Путина и насылала на них порчу, вставши в кружок и читая какие-то идиотские книжки. Ну, вот меня в данном случае интересует мне качество этих дам, потому что вообще слово ведьма является насмешкой на данный момент. Ведать, знать, да, это насмешка над словом знания, потому что для того, чтобы с серьезным видом заниматься этой чепухой, надо не знать о конструкции нашего мира вообще ничего. Я не об этом, я говорю о другом, о том, что для того, чтобы эти дамы имели бы возможность промышлять своим ремеслом, своим видовством, да, Вот для того, чтобы обеспечить доходность этого занятия для стадам, да, нужно как минимум 100 тысяч абсолютно опробированных полных идиотов, верующих в этот набор архаичного бреда. И еще не менее там 500 тысяч, которые лояльны к этому бреду, потому что лояльность к бреду – это свидетельство того, что люди не знают и не понимают в этой жизни вообще ничего и никогда уже знать, скорее всего, не будут. Вне зависимости, кстати говоря, от марки айфоновых руках, потому что они не понимают, как работает айфон, и для них это предмет тоже некой технологической уже магии, да. Но дело не только в ведьмах, дело в том, что, как я посмотрел, по одной Москве зарегистрированных магов, астрологов и гадалок около пяти тысяч, да. Слушайте, у нас еще телепередача про этих ясновидящих. Подожди, если мы воспользуемся методом подсчета, то мы, в общем, выясним, что не менее миллиона москвичей находятся на абсолютно неолитическом уровне мышления. А есть еще попы, есть еще психологи, да, и это Москва. И по мере отдаления от Москвы вы будете получать все более и более высокие показатели первобытного мышления. Вот только на одной веревке этой серости уже, по идее, можно повесить страну. А, как мы знаем, таких веревок еще очень много. То есть оплот вот этой серости, фундамент режима, он необычайно крепит. Так что говорить, вот у меня, по моему обыкновению, я плохо застегиваю рюкзак. И здесь, в Гильвеце, милое общество, профессор психологии, у меня вываливается все, как всегда, из рюкзака. И вываливается книга Ландау «Лившица. Теория поля». И профессор-психолог берет книгу, говорит, Глебович, а я не знал, что ты интересуешься, что ты аграрий, что тебя интересуют вопросы земледелия. Поле, русское поле. Он видел книгу под названием «Теория поля». Совершенно верно. Это доказывает все, вот тот реальный уровень дикости, на котором можно, конечно, строить любой абсолютно произвол. Но, поскольку у нас есть еще одна важная очень тема, у нас есть конфликт попов. Боже, у них опять конфликт. Да, все попы теперь окончательно ненавидят друг друга. Уже проклят Афон, который когда-то считался православным. Ну, вы нагнетаете. Нет, нет, ничего подобного. Он объявлен всеми лидерами, идеологами РПЦ. Афон объявлен, естественно, еретиками, идиотами. Уже закипели стратища. Дело в том, что кинот Афона, это такое ЦК Афонское, соборный орган управления афонскими монастырями. Он собрался, покумекал и постановил буквально следующее. Мы остаемся на стороне Константинополя и не потерпим его унижения. Это буквальное решение постановления кинота. Вот эта маленькая ремарка, она, вероятно, заставит внести очень, друг мой, существенные изменения. Знаете во что? Прежде всего в архиерейское облачение. По крайней мере, в гундяевское точно. Потому что решение кинота, это, конечно, не кол, но это клизма. И ее придется носить. Причем носить именно там, где полагается носить клизму, куда она и вставляется. Но ходить, помахивая голой клизмой, это для гендиректора концерна РПЦ абсолютно не солидно. Поэтому к Саккосу, к Камофору придется, вероятно, добавить вышитый парчевый, украшенный камнями клизмарий, который будет облегать и скрывать клизму. Но никакого другого смысла, кроме как этого, у постановления Афона, который всегда был путеводной звездой, ориентиром чем угодным. Слушайте, но у нас с ними большие связи, там мощи, поездки, вот это все, как же. Вот они закончились. И вот смотрите, как очаровательно получается. Это до такой степени стало все конфликтно и проблемно, что нарисовался вдруг такой тихий зайчик. Нарисовался личный духовник Лукашенко. Не падайте. Я тоже не представляю себе, что Лукашенко делает на исповеди. Вероятно, перечисляет сорта картофеля. Иван представил себе исповедь Лукашенко. Духовник отвечает марками пестицидов. То есть, я думаю, там все очень хорошо поставлено. Вот он сказал, что попам Афона, Украины и России надо посмотреть друг другу в глаза и сказать друг другу слова любви. Да, вот такой наивный белорусский поп. Они и так к тебе гуляют и занимаются. В тишине семинарий, монастырей, по ночам. Так что купола трясутся. И стен. Кстати говоря, хочу всех поздравить. Вот вы хотели хорошую новость. Да, мы любим хорошую новость. Но я уже боюсь. Я очень хочу поздравить всех на этих днях. По-моему, где-то то ли было, то ли будет день рождения Дарвина, который я бы рекомендовал отметить. Может быть, даже с большей пышностью, чем день рождения Валентины Ивановны Матвиенко. А Валентина Ивановна, это Валентина в день-то, это потому что Валентина Ивановна день рождения, или она все-таки не 14 февраля родилась? Нет, я подозреваю, она на самом деле к этому не имеет отношения. Но если это станет государственным трендом, то выяснится, что все дело было именно в этом. И она специально рассчитала дату своего рождения для того, чтобы угодить под эти числа. Но вот очень много я выслушал претензий по поводу заявления в прошлом эхе о генерале Карбышевой. И о том, что я посягнул на некую очередную святыню, на некую важнейшую скрепу. Но я всем очень рекомендую обратиться к первоисточникам, посмотреть и выяснить, что, к сожалению, судя по всему, история генерала Карбышева, это очередной обычный фейк, очередная пропагандистская выдумка и миф, потому что, если мы посмотрим находящиеся в свободном доступе архивы, так называемой книги смерти, лагеря Манхаузен, в котором как бы по легенде, по мифу был запытан генерал Карбышев, то мы не увидим никаких свидетельств не только о пытках, но и даже о пребывании Карбышева в этом лагере. Подождите, Александр Глебович, но были свидетельства двух, как минимум, выживших в этой истории? Это были свидетельства, это были записанные военкорами того времени, а мы прекрасно знаем, на примере панфиловцев, как создаются эти военные фейки. То есть, когда мы говорим о Карбышеве, мы не говорим о каком-то конкретном персонаже, мы говорим об очередном мифе, который был сделан очень неряшливо, который легко разоблачается, потому что можно поднять, например, погодные листы. Не пробовали посмотреть погодные листы того времени и выяснить, что никаких морозов в том регионе, где, правда, не было Карбышева, но который указан как место его смерти, никаких морозов не было. Но мы же знаем, что мастерство изготовления фейков, и они повсюду. А зачем? Подождите, ну была... Пожилой достаточно уже человек. Там говорится еще о том, что в этот же момент пытали, мучили этой водой, ледяной, и еще огромное количество людей, там чуть не 400 человек. Послушайте, мы много... Зачем это все выдумывать? Мы слышали про то, что крейсер «Варяг» существует песня. Врагу не сдается. Он не сдается, наш гордый варяг, кипящее море под нами, нас ждут желтолицей черти, сумасшедший подвиг, невероятное звучание, вот натянутая струна самого высокого пафоса, да? И вы знаете, я вам рассказывал, по-моему, Оле, я не помню, я напомню слушателям эхо, что было на самом деле, потому что вот эти все волны, бои, закушенные ленты без козырок, это все оказывается тоже фейк, потому что что было? На самом деле вся трагедия «Варяга» была в порту. Ну, по сути, это была, в общем, на рейде, запарковочное место, потому что стоял тихий варяг, который понятия не имел о том, что есть какая-то русско-японская война, ему забыли сообщить. Японцы пришли, это был корейский порт, спокойно захватили порт и прислали на варяг суши и попросили, ребята, сваливайте по-хорошему, потому что это самая лучшая парковка здесь, и мы тут тоже хотим встать. У нас много боевых кораблей. Варяг с перепугу начал куда-то стрелять. Но когда японцы объяснили, что, в общем, никаких проблем нету, и опять прислали суши, то варяг принял непонятное для всех, включая самих варяговцев, желание самозатопиться. Вы прямо Новиков прибой. Так нет, причем здесь Новиков прибой? Он помыкался по бухточке, помыкался, помыкался, вернулся на свою стоянку. С него все абсолютно, до последнего человека, матросы, были эвакуированы на английские и французские корабли, которые стояли здесь же, в порту, и с изумлением созерцали все эти дикие сцены. Все эти люди остались живы. Их даже никто не взял в плен. С них просто взяли подписку, что они не будут никогда противиться японской военной мощи и будут очень уважать императора Японии. И хотя в песне написано совершенно по-другому, тем не менее все таку подписочку дали, после чего произошло самозатопление варяга. А рядом еще затопили кореец, еще один корабль, и еще один какой-то русский корабль, который решил затопиться за компанию, хотя был гражданским, вообще был не при делах, и к нему не было никаких претензий. Причем варяга затопили так бездарно, на такой маленькой глубине, что японцы тут же его вытащили. И поставили на вооружение, да. Да, и поставили себе на вооружение. Но вот эта легкость обращения с госимуществом, которую пронаблюдали японцы, русских моряков, она у них, конечно, окончательно повернула все в голове, потому что они там за одну гаечку немедленно делали себе сипуку, а тут вот с такой вот легкостью были пущены под нож три корабля по непонятным абсолютно причинам. Подожди, Оля. Хорошо, хорошо. Я просто хочу напомнить, что Карбышев еще, кстати, в русско-японскую отличился. Он вообще был хороший профессиональный военный инженер. Мы не знаем, как он умер. Мы не знаем, что было на самом деле. Мы понимаем, что имеем дело с фейком и мифом. И этот миф очень легко разоблачаем. Для тех, кто хочет в этот миф веровать, пожалуйста, я не вижу никакой проблемы и никак не пытаюсь этому мешать. Я просто напоминаю о том, что это миф. А откуда взялся миф о Варяге, вы знаете, да? Причем его даже не навязывала государственная пропаганда. Был австрийский поэт, кокаинист Рудольф Грейн. Он написал австрийское стихотворение, которое было подхвачено, из которого была сделана песня. А затем, коль скоро уже появилась хорошая песня, к этой песне стало необходимо приделать настоящий большой подвиг и всем в него уверовать. То есть, когда мы говорим вообще практически о любом моменте истории о Зое или Космодемьянской, о Карбышеве, о Варяге, мы обязаны понимать, что мы имеем дело с мифологией, с фейками. И когда нам начинают эти фейки в приказном насильном порядке внедрять как часть нашего обязательного миропознания, мироощущения, мы вправе сопротивляться и объяснять себе это, извините, но это у вас фейк. Ладно, Александр Глебович, хорошо. Самый главный вопрос, наконец, Андрей из Березняков задает вам. Я даже могу на него ответить. Прошу задать вопрос Невзорова в прямом эфире, верит ли он в существование Бога. Дорогой Андрей, мне кажется, я могу ответить на этот вопрос. И еще полсотни человек. Нет, подождите, а пусть он уточнит. Вообще, уточнил Андрей. Пусть он уточнит, какого именно Бога. Бога вообще. Потому что их нет, вообще нету. Их несколько сотен. У них у всех разные характеристики. В какого вы верите? Я не верю ни в какого. А вот, судя по всему, то есть я не верю во все 400. А он тоже атеист, потому что он наверняка не верит в 399. Наверняка он не верит в Зевса. Наверняка он не верит в Азириса. Наверняка он не верит в Певчунина, Кельцаткуатля. И вообще в массу. А мне Азирис нравится. Я не то, чтобы верю в него, но он мне нравится. Нет, я понимаю. Оленька, вы знаете, я в отношении вас никогда не допускаю никакой бестактности. Но вы помните, что Азирис в основном нравился дамам, когда был уже расчленен. Разумеется, это же плодородие. И когда нужная часть тела была найдена. И вот тогда он действительно понравился. Вот обретение этой части тела... Как будто в этом есть что-то противоестественное. То есть вот эрегированный кусок трупа, это не противоестественно. Это должно быть. Ну это же легенда, это же фейк, Александр Глебович, сами понимаете. Это просто украсили так. А на самом деле история простая. Парень вам нравится, я вам его описал. Хорошо, да, я говорю, образ интересный. Это, понимаешь, у нас всюду очень интересные образы. У нас есть образы фейконосцев, у нас есть, например, образ Соловьева. Да, вот Соловьев сейчас от Чубайса откусил очередной маленький кусочек. И радостный, как такса Рогозина, он бегает с этим кусочком Чубайса в зубах, всем показывает. Но от Чубайса нетрудно откусить, потому что у него очень много имиджевых отростков, причем старых еще с 90-х годов. Там только ленивый не отрывал что-нибудь от Чубайса. Но вот сейчас Соловьев это как бы в доказательство своей дерзости и способности посягнуть на таких важных лиц государства, это все преподносит. Но, опять-таки, мы понимаем, что мы имеем дело с очередным фейком, с очередным набором. То есть не съедят Чубайса? Нет, конечно, не съедят, тем более не съест Соловьев, потому что вот тоже был хороший вопрос. А что бы, вот расскажите ситуацию, когда бы вы поверили в искренность патриотически Филиппик. Ко мне пришел вопрос Соловьева. Да никаких проблем. Конечно, Соловьев берет и ключи от своей итальянской виллы передает, например, ветеранам Донбасса, даже вот этим вот уголовникам, для того, чтобы у них там был некий санаторий, профилакторий, где они могли бы залечивать свои блатные раны. Вот превращает просто свое итальянское имение в такой вот пансионат для страдальцев русского мира. Тогда о какой-то искренности можно было бы говорить, но хорошо зная российское государство, мы понимаем, что такая передача ключей была возможна только бы в том случае, если бы ему посулили еще больше надел и еще более роскошную виллу. Поэтому вот кроме перечи. Будем ждать вдруг, окажется, что Соловьев, это князь Голицын и я не знаю, кто еще в одном лице, и он действительно сейчас откроет виллы, больницы для неимущих и страдающих. Нет, я не говорю про неимущих и страдающих, но если человек столько эфирного пота разбрызгал вокруг себя во имя русской идеи, то такой простой и естественный и органичный для него поступок не должен вообще составить для него никакого труда. И тогда он, возможно, в понедельник, в ближайший эфир, должен эти ключи бросить на стол или на истерзанную землю Донбасса. Хорошо, мы записали, зафиксировали, будем ждать. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что Чубайса не съедят, а я тут вот смотрю, ну Соловьев сам по себе, да, и тут вдруг появляется публикация, что китайский какой-то чиновник сказал, что он руки не подал Чубайсу, потому что он все про него знает. И он бы уже в Китае давно сидел, я не знаю, валил лес. Я не знаю, был ли этот китайец, и действительно ли он это сказал. Знаете, в Китае бы не осталось леса, если бы туда попали российские чиновники. То есть слово лес было бы забыто навсегда, если они почему-то доверяют. Но правда, я думаю, что русские чиновники наладили бы там дело, и у китайцев бы не было через какое-то время не только леса. Поэтому, учитывая вообще абсолютную криминальность всего, что есть в России, потому что здесь это сочится из всех явлений, событий, имен, фамилий, и от этого никуда не деться страна. Она недавно пережила грандиозный распад, грандиозный разлом, и всегда вот этот криминальный сок и криминальная кровь является обязательной приметой становления новых явлений и новых сил. Поэтому никому из российской делегации подавать руки китаец не должен, как настоящий коммунист. Правильно я поняла? Ну, я не знаю, как назвать. Нет, он может найти Зюганова и долго подавать ему руку. Он может найти еще пару безумцев. Он может, в конце концов, свою руку отправить. То есть Зюганов, по-вашему, чист? Нет, он просто коммунист. Поэтому изначально все его прегрешения, которые могут быть, они до такой степени замаскированы идеологией, которую он исповедует, которая позволяет делать все, как мы знаем. И во имя идеи, и во имя торжества своих идеалов, и во имя своих представлений. Поэтому там вообще не может быть, там нет рацио, там есть дико уродливая конструкция, которая абсолютно все может оправдать. Я просто по поводу этой истории с китайцем. Я совершенно не верю, что существует такой китаец, и он действительно кому-то об этом рассказывал, про то, что он не подал руки Чубайсу. Я просто говорю о том, что, скорее всего, если такая информация появляется, сначала появляется Соловьев с его отповедью, а потом появится еще кто-нибудь, может быть, у Чубайса проблемы. Вот как вы считаете, это может быть признаком проблем? Это все, слушайте, у нас все являются проблемой друг для друга, и все заняты подтачиванием друг на друг друга, и сливом это через средства массовой информации. А потом зафейки наказывать будут, Александр Глебович, между прочим. Да, зафейки должны наказывать, но тогда мне страшна судьба всех, кто повторяет слова о Карбышеве, о Зое Космодемьянской, о Варяге, об Александре Невскому. А это отдельным подзаконным актом установят, я вас уверяю, это не проблема. То есть вы думаете, что Мединского выведут из-под этой большой для него проблемы, если фейк станет делом наказуемым? — Я думаю, что выведут. И самый последний, наверное, самый главный вопрос сегодняшнего эфира, вы не поверите, вы слышали про конфликт друзья и редактора этой чудесной программы, кто хочет стать миллионером? — Слушайте, как я понял, я вообще не смотрю этого и не видел, и мне это абсолютно безразлично, поскольку я сам вообще принципиально, честно, никогда не играю. — То есть хорошо, вы бы купили вопросы, естественно. — Слушайте, я подозреваю, что эта система откатов является абсолютно нормативной, но случилась некая драматическая ситуация, когда вдруг эта система откатов... — Вы что, действительно подозреваете, что есть идиоты, которые на полном серьезе задают друг другу вопросы, имея в перспективе большие суммы денег, а другие идиоты, которые знают ответы, им не подсказали эти ответы заранее? — Вы действительно полагаете, что там нет системы откатов, что кто-нибудь тратит время на так называемую честную игру? — Оленька, это шоу. Оно должно совершаться. А для того, чтобы оно совершалось, чем больше там криминальных механизмов, поверьте, тем глаже, веселее и азартнее это шоу происходит. — Поэтому это всего-навсего частный случай, когда откатная система подобных игр обнажилась, и нечего тут переживать, по-моему, тогда же еще интереснее. — Ну, вообще все очень интересно, Александр Глебович, но, к сожалению, на этом надо заканчивать. Спасибо вам большое. — Увы, увы и ах. — Увы и ах. Александр Невзоров, Иван Штейнер, и Ольга Журавлева были сегодня с вами. Всем спасибо, всего доброго. — НЕЗДОРОВ! — Спасибо. 20 тысяч зрителей. Совсем немножко лайков. — И пускаем воздух. Воздух пускаем, потому что...